В республике будут и дальше выдавать льготные кредиты аграриям и промышленникам. Сейчас многим нужна поддержка. Из-за украинских событий предприятия теряют рынки сбыта, не могут продать уже произведенный товар. По прогнозам, по итогам года экономика может упасть на 20%. Сейчас нужно сделать все, чтобы предприятия работали. По данным СПАП, в этом году некоторые предприятия хотели бы получить льготные кредиты не только на развитие, а просто для пополнения оборотных средств. То есть покупку сырья, оплату коммуналки и многое другое. Некоторые просят продлить уже взятые займы. Что касается финансирования кредитов под оборотку. Если предприятие временно столкнулось с трудностями, а это трудовые коллективы, и у нас эти предприятия по пальцам сосчитать, то здесь нужно подойти очень внимательно, чтобы за какими-то формальными шаблонами мы не потеряли суть и не утеряли эти предприятия. Минэкономразвитие предлагает выдавать льготные кредиты на инвестиции и развитие предприятий. В сельском хозяйстве в приоритете овощеводство, садоводство и мелиорация. В правительстве привели цифры. В прошлом году выдали 31 льготный кредит на общую сумму 7 миллионов евро. В этом году уже одобрили 8 кредитов на 3 миллиона евро. Чаще всего за поддержкой обращаются аграрии. Несколько кредитов выдали также в сфере промышленности и строительства. Программа по льготным кредитам будет работать в этом году. Как именно, в течение недели решат представители правительства, банков и союза промышленников и аграриев.